Добрый день! В конце года принято подводить какие-то итоги каких-либо событий, которые, собственно говоря, и происходили в течение целого года. Война в Сирии — это, конечно же, событие, явление, которое следует каким-то образом подытожить, хотя, конечно же, она еще не закончилась, и, судя по всему, конца края ей не видно. Тем не менее, можно сделать кое-какие такие предварительные итоги этой войны и отметить ряд крайне характерных особенностей всего этого явления. Несколько лет назад два европейских ученых, Андреас Паулюс и Миндия Вашакмадзе, которые специализируются на правовых международных вопросах, ввели такой термин «ассиметричные войны». Этот термин еще не устоялся, и под ним понимают достаточно разные явления, но, тем не менее, я попробую использовать этот термин и попробую объяснить, что имеется под ним в виду. Как правило, классические войны, которые велись в прежние годы — это были войны, которые вели между собой армии двух противостоящих государств. Иногда в эту борьбу вклинивались нерегулярные, иррегулярные формирования партизанского вида, толка. Но, как правило, все-таки это была война именно одного государства против другого. Война в Сирии носит совершенно иной характер. Мало того, ее совершенно невозможно определить как войну неких партизан с некой армией. Это именно асимметричная война, в которой классическая индустриальная армия Сирии столкнулась с противником, с которым, наверное, сталкивалась только Россия и то не очень продолжительное время в Чечне. Суть асимметричной войны заключается в том, что принципы военного искусства по клаузовицу перестают действовать. И есть такой очень интересный и характерный пример. В разгар войны в Ираке в Соединенные Штаты Вашингтон Белый дом посетил руководитель Китая Худзинтао. Он подарил президенту тогдашнему Джорджу Бушу книгу с дарственной надписью «Книгу Суньцзы». Тем самым очень по-китайски и очень, так сказать, тонко намекнув президенту Бушу о том, что война, которую он ведет в Ираке, совершенно и полностью перестает подчиняться тем законам, которые вывел клаузовиц. И пришло время вести войну по Суньцзы. Война по Суньцзы отличается от войны по клаузовицу полным отсутствием каких-либо ограничивающих правил. Если современные войны ведутся с учетом международного гуманитарного права, и обе стороны конфликта стараются, по крайней мере, его как минимум придерживаться, то в асимметричной войне, как мы уже увидели в Сирии, одна из сторон, а именно боевики, полностью игнорирует все принципы международного гуманитарного права. Более того, они сознательно загоняют своего противника, в данном случае это именно сирийскую армию, в ситуацию, когда сирийская армия физически и фактически не может выполнять условия, которые выдвигают нормы вот этого международного гуманитарного права. Ну, в частности, боевики сознательно занимают города и вынуждают армию уничтожать как боевиков, так и города, так и мирных жителей, уничтожать инфраструктуру городов. И сегодня мы видим, что в Алеппо, в Хомсе, собственно говоря, в Дамаске, сейчас похоже, что подобная ситуация начнется и в городе Хама. Гуманитарная ситуация выглядит ужасающе. Люди сидят без топлива зимой в холодное время года, при том, что в Сирии отсутствует центральное отопление. Люди сидят с очень большим дефицитом хлеба. Боевики ведут боевые действия и сознательно уничтожают именно социальную инфраструктуру. В частности, рядом с Алеппо расположены огромные элеваторы, в которых хранится практически все зерно, которое собирается в Сирии. И сегодня боевые действия затронули эти элеваторы и мукомольные заводы. И поэтому в Сирии ощущается достаточно серьезный дефицит муки, хлеба. Людям попросту нечего есть. Та сторона, которая ведет себя, откровенно попирая нормы международного гуманитарного права, оказывается в такой асимметричной войне, в заведомо выигрышном положении. И нам необходимо смотреть на эту ситуацию и понимать, что вполне возможно мы можем столкнуться с такой же подобной обстановкой, с такой же подобной ситуацией и у себя на своей территории. И делать выводы. А выводы, в общем, достаточно печальные. Они заключаются в том, что в том случае, если война ведется не по правилам, если война ведется вопреки существующим правилам, то мы должны каким-то образом решить сами для себя, будем ли мы сами воевать с такими организационными структурами по устаревшим правилам, по правилам, которые диктуют, диктуется философией Клаузовиц. Мне кажется, что через какое-то время и достаточно короткое время мы будем вынуждены решать этот вопрос и будем вынуждены его решать, ну, скажем так, в не очень приятном для всех ключе. Скорее всего, в будущих войнах нам придется отказываться от норм, существующих норм международного гуманитарного права и вести войну по тем правилам, которые диктует нам противник. Если он берет заложников, значит, и мы должны будем делать подобные симметричные действия. Если он не берет пленных, значит, и противник тоже не должен брать пленных. Если он использует бессудные расстрелы, казни, пытки, то с этими людьми тоже нельзя церемониться и относиться к ним как к равному противнику. Со зверями нужно вести себя по-зверски, говоря иначе. Скорее всего, этот вывод звучит пока не очень толерантно. Но если мы посмотрим на ту ситуацию, на ту обстановку, в которую сейчас попала Сирия, скорее всего, мы должны будем сделать такой вывод. Другого нам просто не оставляют. Если посмотреть на территории, которые расположены гораздо ближе к России, чем Сирия, скажем, союзный нам и соседний нам Казахстан, то мы можем увидеть, что события, которые происходили и происходят там, тоже очень во многом напоминают сирийские. Скажем, если в Сирии боевые действия можно четко разделить на три этапа, на первом этапе, в достаточно стабильную, хотя и напряженную Сирию, были десантированы единичные разжигатели, единичные, так сказать, потрясатели устоев, которые устраивали демонстрации, которые за деньги нанимали маргинальных представителей, которые участвовали в этих демонстрациях. И главной целью этих демонстраций была первая кровь. То на второй стадии процесса, когда он уже более-менее пошел в разнос, эти же самые подстрекатели немедленно превратились в вербовщиков и стали вербовать за те же самые деньги сирийцев, для того, чтобы те начали вооруженное сопротивление, захватывали полицейские участки, нападали на армию, захватывали армейские склады. Так вот, если вернуться к Казахстану, Казахстан тоже прошел уже первые две стадии этого процесса. Там тоже были вначале внедрены очень небольшие, точечные специалисты. Сейчас эти специалисты начинают проводить вербовку среди социально обездоленных слоев населения, внедряя в эти слои исламистские лозунги, внедряя в эти слои призывы к свержению власти. Скорее всего, мы примерно такую же технологию увидим и у себя. И мы должны понимать, как именно бороться с этой технологией. На первых стадиях мы будем вынуждены, видимо, использовать еще какое-либо законодательство, но, скорее всего, уже не международное. Раз мы сталкиваемся с людьми, которые откровенно плюют на международное право, мы должны бороться с ними на основе наших внутренних законов, которые будут приниматься волевым политическим решением. Это означает, что нормы уголовного права по отношению к таким людям должны быть не просто ужесточены, они должны быть совершенно иными. Мы не должны пугаться того, что с этими людьми мы будем поступать не так, как с обычными уголовными преступниками. И никакого другого пути, как мне кажется, нам просто не оставляют. Нам не дают другого выбора. Мне кажется, что те события, которые происходят сейчас в Сирии, должны вынудить нас заставить изучить их гораздо более внимательно, чем просто газетные заголовки. Мы должны их изучать, подняв на ноги и поставив задачу перед отечественной, общественной, социальной наукой, перед научными институтами наших спецслужб, потому что мы можем повторить этот очень печальный и очень нехороший опыт. Мы должны учиться на чужом опыте. Нам не нужно получать свой.